Вообще, я думаю, что история с тем, что Элис Нил симпатизировала феминисткам, она связана, во-первых, с тем, что она вообще симпатизировала всем, кто борется за равноправие, любое равноправие, но и, во-вторых, она, конечно, хоть и говорила, что она не феминистка, но она такая, знаете, была self-made абсолютно. Никто ей никогда не помогал, все она делала сама. И при этом это все было очень трудно делать. И мужчины, которые встречались в ее жизни, ну, мягко скажем, некоторые лучше бы не встречались, некоторые очень мешали. Например, известная история, что был у нее мужчина, с которым она встречалась, он был героиновым наркоманом и в какой-то момент похитил 350-ю работу, продал за какой-то абсолютный бесценок. И до сих пор эти работы, они до сих пор ищутся, то есть не все еще до сих пор найдены. Не могу пройти мимо портрета Линды Нохлин с дочерью, потому что Линда Нохлин – это такой очень известный искусствовед и арт-критик, причем искусствовед такого фем-искусства и автор важного очень эссе «Почему нет великих художников-женщин». Опять очень взрослый какой-то ребенок, который хочет вырваться и сползает с этого дивана. Вроде бы, может быть, ей не очень интересно сидеть. Причем то, что вот они мать и дочь, и это их такой двойной портрет. Смотрите, например, как эти рунки лежат. У них совершенно одинаково с таким каким-то изломом лежат руки на этом подлокотнике. Руки очень похожи. Очень спокойное, очень мудрое лицо этой женщины. И видно, что к ее работам, к ее исследованиям Элис Нил относится с огромным уважением. Про гендерное равенство Элис Нил говорит много, но в основном она говорит, когда она пишет обнаженную натуру. И у нее много таких работ. Есть тела, которые пережили беременность, и она подчеркивает все, что испытывают женщины во время беременности, после родов. Это очень честная работа. Она не стесняется ничего. И ощущение, что женщины, которые ей позируют, не стесняются ничего тоже. Она написала свой автопортрет, когда уже была абсолютно старой, в обнаженном виде. У нее очень мало автопортретов. И вот один последний. Она сидит на кресле, и она там абсолютно обнажена. И это тело, которое ничуть не приукрашено художником. На самом деле Элис Нил относилась к этому демократично, просто, нормально. У всех есть тело. Ну, а что в этом как бы такого? Знаете, за что вот такие исследовательницы фемискусства очень уважали Элис Нил? В своих эротических зарисовках она не объективирует женщину. Как правило, если пишутся картины эротического содержания, то в этих изображениях, фотографиях женщина, объект, желание. А вот в работах Элис Нил, не то чтобы там даже мужчина объективно, но там как-то женщина главнее. Вот за это исследовательницы фемискусства очень уважают Элис Нил.